Подмосковные венболисты одержали победу в четвертьфинале Алимбет в Суперлиге Чемпионата России. С большим отрывом они победили челябинскую команду. Тему продолжим с генеральным директором клуба «Чеховские медведи» Александром Сафоновым. Александр, здравствуйте. Добрый день. Рада видеть вас в нашем эфире. Расскажите нам, пожалуйста, победа в четвертьфинале. Насколько это вообще важное достижение для вас? Мы попали в такую стадию сезона, что теперь каждая победа и каждый шаг к вершине для нас важен. С учетом того, что мы в регулярном чемпионате проиграли команде «Снежинская». И, как потом оказалось, это поражение лишило нас первого места в регулярном чемпионате, который дает преимущество своей площадке на всех стадиях плей-офф. Оно оказалось для нас важным и болезненным. Нам хотелось, скажем так, поквитаться с ребятами из Челябинской области. И нам это удалось. И сделали очень хороший задел перед ответным матчем в Чехове. И с уверенностью смотрим в будущее, что, скорее всего, мы попадем в полуфинал. Вот интересует такой вопрос. Во-первых, я, естественно, вас поздравляю. Во-вторых, кто из спортсменов отличился в четвертьфинале? Ну, с отчетом того, что матч закончен с отчетом 31-22, это показатель того, что здорово сыграла команда в защите. И, в первую очередь, хотелось бы отметить вратарей нашей команды и ребят, которые, ну, скажем так, более специализируются на защитных действиях. Ну, конкретно и персонально я не сторонник отмечать кого бы то ни было поименно, скажем так, потому что гонбол – командный вид спорта. И раз мы победили и с таким комфортным перевесом, значит, вся команда сыграла так, как надо. А вот ответная встреча соперников состоится, насколько известно, уже завтра. С каким настроем, скажем так, чеховские медведи ждут этот день? Какая атмосфера сейчас в команде царит? Ну, атмосфера рабочая. Все настроены на достижение наивысшего результата в чемпионате страны и в оставшихся матчах всех в Газпром-лиге. Поэтому, ну, так получилось, что первый матч мы выиграли с большим перевесом, и ответная встреча превращается, наверное, в больше подготовительный этап перед полуфинальными играми, в которых уже, скорее всего, соперник будет серьезней, чем оказалась челябинская команда. А вот что касается состава, состав участников полуфиналов чемпионата – это вот на самом деле большая интрига. Кого бы вы хотели видеть в качестве соперников? И если у вас есть свои фавориты, объясните нам, пожалуйста, почему? Ну, хотелось бы сказать, в первую очередь, всех четырех-четвертьфиналов только в нашем практически победитель уже известен. Даже команда ЦСКА, которая на сегодняшний день является чемпионом России, выиграла свой первый матч всего лишь с разницей в один мяч в Астрахани. И перед ответной игрой они, конечно же, имеют больше шансов на победу, но так спокойно себя чувствовать, как мы, они себя не могут. Ну, я думаю, что в этой паре все-таки, скорее всего, ЦСКА держит победу. Что касается четвертьфинала, победитель, с которым мы будем играть в полуфинале, это Скиф Краснодар и Зенит Санкт-Петербург. В первой встрече в Краснодаре краснодарцы одержали победу в три мяча, и поэтому Санкт-Петербургу будет совсем непросто в ответной игре в Питере. Но с учетом того, что ребята, которые были в Питере травмированы, постепенно встают в строй, с учетом того, что Питер сейчас имеет одну из самых серьезных зрительских поддержек в нашем чемпионате, я думаю, что все-таки, скорее всего, пройдут в полуфинал они. А в оставшись на четвертьфинале, где играет Ставропольский Виктор и наши пермские одноклубники, там вообще ситуация настолько запутана, что там шансы ровно 50 на 50. В первом матче Ставрополь дома выиграл пять мячей перед ответной игрой в Перми. Ну, совершенно равная ситуация. С учетом того, что Перми играет все-таки дома, но имея за плечами минус пять, им будет неимоверно сложно отыграться. Хотя то же самое могу сказать и про Ставрополь, которому сложно будет сохранить свое преимущество. Поэтому так. Звучит довольно, на самом деле, интригующе. Хочется узнать, как вы оцениваете шансы на победу нашей сборной. Тоже очень важный факт. У сборной вы имеете в виду команду «Чепские медведи», правильно? Да, да, конечно. Ну, команда «Чепские медведи» – самый титулованный клуб России. И без ложной скромности скажу, что один из фаворитов чемпионата России. Поэтому на общую победу, конечно же, шансы у нас достаточно большие. Но конкуренты очень серьезные. С учетом того, что в прошлом году чемпионат мы проиграли. После 21-летней серии побед очень хотим вернуть чемпионский титул в Чехов, в столицу Гамбову. А вот что касается финала кубка, вы на третьем месте пока что. Почему в этот раз «Чепские медведи» не смогли отстоять, скажем так, кубок? Ну, так получилось, что «Зребий» нас свел опять же с командой ЦСКА в полуфинале. И в этом матче все решилось на последних секундах игры. И матч был совершенно равный. И поиграли всего лишь мяч. Поэтому победа, скажем так, ускользнула от нас. Совершенно просто не повезло, скажем так. В матче за третьем месте мы уверенно победили краснодарских ребят. И завоевали бронзовые медали. Ну, конечно же, не то, на что мы рассчитывали, не то, чего мы хотели. Но получилось так, как получилось. И, в принципе, мы недовольны этим результатом совершенном. А расскажите нам, пожалуйста, вообще какую роль в развитии этого вида спорта в Подмосковье играет региональная федерация гандбола? Какие задачи перед вами стоят? Ну, федерация гандбола – это прежде всего развитие детского спорта, массового спорта. И хочу без ложной скромности сказать, что успехи федерации велики. Особенно, что касается юношеской половины, скажем так, нашего сообщества. На сегодняшний день, например, из шести финалов первенства России по разным возрастам, которые должны пройти до конца этого сезона, прошли уже четыре. И в трех из них одержало победу сборной Московской области. То есть, ну, на сегодняшний день мы 3-1 обыгрываем всю Россию. И я думаю, что это повод для гордости. Мы уникальный регион в плане развития гандбола. И то, что у нас 14 центров по развитию гандбола в области, в принципе, при должной работе первенство Московской области может стать даже в какой-то степени и посерьезнее уровнем, чем чемпионат России. Конечно же, это амбициозные цели и задачи, но мне бы это очень сильно хотелось, чтобы в каждом из центров Подмосковья была очень сильная команда. Мы к этому идем. Мы улучшаем уровень проведения соревнований. То, что мы можем сделать со стороны Федерации гандбола Московской области. Мы улучшаем качество судейства. Мы пытаемся сделать более серьезными, скажем так, призы для победителей первенства Московской области. Пощеряем тренеров со стороны Федерации. Так что, ну, работа идет. А вот как вам помогает или, может, даже упрощает вашу работу Министерство физической культуры и спорта Московской области? Как происходит ваша коммуникация? Ну, мы подведочное учреждение Министерства спорта Московской области. Естественно, им только огромная благодарность и спасибо за то, что они нас поддерживают. Алексей Сергеевич Перов не чужой человек в гандболе. Он был долгое время директором ЦСП номер 7, в котором официально, скажем так, трудятся и спортсмены, и тренеры гандбольной команды Чеховские медведи, и гандбольная команда Звезда Звенигород женской. Поэтому гандбол, он знает внутри, болеет за него, и Министерство помогает нам серьезно в нашей работе. Еще раз хочу поблагодарить их за это. Это замечательно. Ну, вот сборные Московской области по гандболу показывают очень хорошие результаты. Я, кстати, хочу поздравить. Вы сказали, что это повод для гордости. Я с вами согласна. Так вот, эти хорошие результаты, как на всероссийских соревнованиях. А вот как вы считаете, что является залогом успеха? Тренеры непосредственно? Тренировочная база или что-то еще? Ну, конечно же, это комплекс всего того, что вы перечислили. Конечно же, тренеры, это, ну, скажем так, наше все нормальное, ну, хороший тренер, который, скажем так, тренер от Бога. Он может научить и натренировать ребят на любой площадке, в любом пространстве. Тем более, что материально-техническая база наших спортшкол областных позволяет и дает возможность хорошо и плодотворно работать нашим тренерам. И они, скажем так, выдают на гора очень хороший результат, которым пользуются в итоге и гонбольный клуб «Чеховские медведи», и гонбольный клуб «Звезда». Потому что у нас в последнее время идет тенденция и в нашем клубе, и в женском, тому, что областных воспитанников становится все больше и больше командных мастеров. За что еще раз хочу поблагодарить, пользуясь случаем всех детских тренеров нашей области. Вот в Московской области существует же календарь соревнований, который составляет Министерство спорта региона. Какую долю в нем занимает гонбол, интересно? Еще раз, пользуясь случаем, хочу поблагодарить Министерство спорта Московской области за то, что дает нам проводить столько мероприятий, носит в календарь столько мероприятий по гонболу, сколько мы запрашиваем и сколько нам требуется для нормального развития. Мы лишнего не просим, скажем так, если мы понимаем, что мы где-то проседаем, то пытаемся сначала подтянуть этот компонент, этот возраст какой-то или что-то, а потом уже просим для него соревнования. Но если мы выходим на тот уровень, когда нам требуется больше разных мероприятий для ребят определенного возраста, то мы обращаемся в Министерство спорта, и они нас поддерживают. И календарь областной, гонбольный, достаточно насыщенный, в принципе, наверное, чуть меньше, чем у самых распространенных и популярных видов спорта, там баскетбол, волейбол, футбол, ну, может быть, хоккей. А дальше уже идет, по-моему, гонбол, насколько я знаю. В воскресенье в Чехове, насколько известно, закончится 13-й всероссийский турнир. Любительские герои города. Как прошлые соревнования и сколько вообще поклонников в Подмосковье у этого вида спорта? Ну, герои города стали уже нашей визитной карточкой, это наша гордость. Мы прекрасно понимаем, что в любительском пласте, скажем так, кроется наша фанатская база, которую мы пытаемся нарастить. Люди болеют за тот вид спорта, которым они считают себя, скажем так, профессионалами, в которые они сами играли, в которые они что-то умеют. У нас вся страна играла в какой-то степени в футбол, каждый пинал мячик. Все люди играли на пляже в волейбол, поэтому мы пытаемся как можно большему количеству людей показать гонбол изнутри, дать им в руки мяч, попробовать забить гол, собрать свои команды и поучаствовать в нашем турнире. Нашему турниру оказывают очень большую поддержку и помощь, ну, конечно же, Министерство спорта Московской области и Сеха Газпром Лига, которая имеет такую же, скажем так, философию развития гонбола и болельщикам уделяет особое внимание. Ну, как я еще раз повторюсь, болельщики должны сначала понять, за что и за кого они болеют и в какой-то степени почувствовать себя профессионалами и доками в этом виде спорта. Как, ну, скажем так, когда люди на кухне рассуждают по поводу Роналду и Месси, кто из них лучше и болельщики сыграли бы лучше, наверное, и также наверняка сегодня в Чехове очень много споров по поводу того, чтобы он отстоял бы лучше Павленко или забил бы больше глялов, чем тот же, там, не знаю, Санталов или Ермаков. Поэтому так. И Подмосковье, ну, в первую очередь, Чеховье, конечно же, и Звениграде, это центры развития гонбола, которые имеют в своей команде мастеров, но вообще, в принципе, в Подмосковье очень много команд, и это показывает в том числе и наш турнир, участвует в котором очень много команд из Подмосковья, ну, ребят, которые уже закончили, скажем так, заниматься в спортивных школах уже, ну, в силу возраста там, конечно же, в первую очередь уже работают, учатся в высших учебных заведениях, но собираются в любительские команды и приезжают к нам на турнир. Это здорово. Александр Михайлович, спасибо вам большое, что все объяснили, уделили нам время в эфире. Я желаю вам хорошего дня. Спасибо вам, Таня.